несколько месяцев назад из лаборатории сбежала какое-то мультяшное существо отдаленно похожее на мышь дело в том что никто из персонала лаборатории не может рассказать о том что там произошло потому что весь персонал мертв а лаборатория сгорела со всеми исследованиями единственная уцелевшая камера запечатлела какое-то существо убегающая прочь на волю а перед началом видео подпишись на мой жуткий канал и ударь в колокол если хочешь больше подобных историй приятного просмотра мультяшная мышь изображена в том же стиле что и такие мультяшки как картон кэт и картон док единственное ее отличие заключается в том что она не носит белых перчаток и складывается такое ощущение что у нее попросту нет рук и ног размер картон маус приблизительность человека среднего роста мультяшная мышь как и все мультяшки древора хендерсона имеет гладкую черную шерсть на первый взгляд может показаться что мышь черно-белого цвета но это вовсе не так ее глаза и рот белого цвета за исключением черных зрачков но нос мыши темно-серый также в одном из ушей существа есть укус предположительно сделанный картон кэтом не секрет что картон маус очень сильно похож на микки мауса двадцатых годов кстати уши картон мауса работают точно так же как и у микки независимо от того в какую сторону смотрит существо уши мышки будут всегда параллельны вам даже если в комнате несколько человек которые смотрят на мышь под разными углами по сравнению с картон кэт и картон блок у мышки более добрый характер существу очень не нравится что мультяшный кот и мультяшный пес убивают людей но она слишком их боится поэтому и не останавливает также существует мнение что картон маус боится картон кэт потому что кошки всегда едят мышей поэтому мультяшная мышь беспрекословно выполняет приказания картон кэта из-за своей доброты его часто сравнивают с длинной лошадью которая предупреждает людей о бедствиях но для мультяшной мыши бедствия это картон кэт поэтому иногда она может предупредить человека о появлении мультяшного кота мультяшная мышь не так сильно по сравнению с другими мультяшками тревора хендерсона поэтому не может сопротивляться однако все меняется когда мышка принимает убийственную форму но это уже совсем другая история если ты хочешь выпуск про убийственную форму картон маус то обязательно напиши об этом в комментариях и я приступлю к его созданию раньше картон маус была обычной лабораторной крысой по имени варфоломей которой ученые вели часть днк мультяшного кота превратив крысу в мультяшную мышь хоть существо и доброе но она очень не любит ученых поэтому никогда не отговаривает картон к это от убийств людей из лаборатории а иногда даже может и помочь из-за своего прошлого мультяшная мышь обожает сыр и лабиринты а когда она сильно напугана то притворяется мертвой после встречи ученых с картон к этом был взят образец днк существа с мест его обитания после чего образец был экстренно транспортирован в секретную лабораторию для дальнейшего анализа и изучения существа точно неизвестно кому в голову пришла идея скрестить днк мультяшки живой подопытной крысой но это привело к необратимым последствиям в этот день ничего не предвещало беды отследить хронологию событий можно по камерам наружного наблюдения 10 утра образец днк картон к это был доставлен в лабораторию 13 00 после изучения днк учеными было принято решение совместить биологический вид днк мультяшки 14 00 в подобную крысу лабораторию варфоломея вводят частичку днк картон к это дальнейшее наблюдение невозможно так как камеры были повреждены из-за внезапно случившегося пожара в лаборатории на месте пожара были найдены полусгоревшие записи одного из ученых которые рассказывают дальнейший сюжет истории запись 37 варфоломей становится все более беспокойным я не думаю что мы сможем удерживать его долго может это было не такая уж и хорошая идея запись 38 варфоломей вырвался из клетки он очень агрессивен и я не знаю как его успокоить но это уже не имеет значения все что я знаю это то что он убил всех в этой лаборатории и обязательно придет за мной если вы видите эту лабораторную запись не ищите меня я уже почти мертв также в лаборатории был найден погибший персонал одна из камер наружного наблюдения успела заснять какое-то странное существо уходящая из горевшей лаборатории что вы думаете об этом пишите свои мысли под этим роликом а 6 рандомных комментариев попадут в начало следующего видео до новых встреч подпишись на огонька а и и и и и и